Арктика самый большой наш золотой запас, хранилище сокровищ из всей таблицы Менделеева для будущих поколений. На этой неделе премьер-министр Владимир Путин, выступая в МГУ на международном арктическом форуме, назвал Арктику самым ярким индикатором самочувствия планеты, вспомнил о подвигах русских полярников и заявил, что Россия будет возрождать и наращивать в Арктике свое присутствие. Премьер пообещал провести в регионе генеральную уборку территории, открыть в Арктике новые национальные парки и заповедники. Между тем, уже через неделю в Ледовитый океан отправляется группа полярников с поистине героической задачей. Предполагается полугодовая жизнь и работа на льдине. И это будет уже 38-я дрейфующая экспедиция в нашей истории освоения арктических просторов. Рассказывает Сергей Куропов. Международный арктический форум должен был состояться еще в апреле, однако тогда планы организаторов изменили природные катаклизмы, извержение Исландского вулкана. Но лучше поздно, чем никогда, и мероприятие решено было не отменять, а перенести на осень. Площадкой для проведения форума стал МГУ имени Ломоносова. Возможно, потому что знаменитая книга Ломоносова о Северном морском пути и по сей день является актуальным научным трактатом о том, как Россия должна использовать свои северные территории. Изучение Арктики есть задача университетская, потому что здесь сходятся вместе все науки, которые способны приносить пользу при изучении. Главная задача форума была сформулирована в его названии «Арктика – территория диалога». В рамках этого диалога мы обсудим такие актуальные вопросы, как последствия человеческой деятельности, изменение климата, проблемы малых северных народов и устойчивое развитие Арктики. Мы рассчитываем, что Международный Арктический форум станет ежегодным и авторитетным международным событием. Авторитетность форума уже не вызывает сомнений. В Москву приехали свыше 300 экспертов по Арктике из десятков стран. Кроме того, форум посетили высшие руководители государств в северной части планеты – президент Исландии Олафур Рагнар Гримсон и российский премьер Владимир Путин. Глава правительства, говоря о значимости для России и Арктического региона, напомнил участникам форума, что связь нашей страны с Арктикой не только географическая, но и экономическая, и историческая. Русские мореплаватели вышли в моря Северного Ледовитого океана еще в 11 веке. И практически каждое последующее столетие на карту наносились новые маршруты, предъявлялись новые исследования. Огромные российские территории находятся именно на крайнем севере. Более того, вообще-то Россия – северная страна. 70% нашей территории находится на севере, так, на минуточку. 70%. И сама история, география поставила перед нашим народом задачу обустройства этих земель. Именно Россия сыграла ведущую роль в прокладке Северного морского пути. Страна стояла у истоков рождения Ледового флота, полярная авиация и создала в Арктике сеть стационарных и дрейфующих станций. Российские, а позже советские полярники построили за полярным кругом крупные города и промышленные комплексы. Премьер-министр отметил, что советское присутствие в Арктике не всегда было обосновано, как экономически, так и в экологическом аспекте. Порой к Арктике относились откровенно с потребительской точки зрения, нанося местной природе серьезный вред. Теперь эти уроки учтены и старые ошибки повторяться не будут. Вообще, тема экологии стала на форуме главной. Владимир Путин озвучил принципиальную позицию России. Ни один индустриальный проект в российской Арктике не будет реализован без учета самых строгих экологических требований. Цена арктического вопроса несопоставима с ценой нефти и газа. И при безответственном отношении к Арктике мир может получить не глобальные преимущества, а глобальные проблемы. Поэтому сейчас базовой задачей всех арктических государств становится широкое внедрение ресурсосберегающих, умных, прорывных технологий, способных работать в гармонии с природой. Россия предлагает наладить активный обмен идеями, инновациями, практическим опытом. Это поможет нам сообща находить технологические и инженерные решения, оптимальные для применения в условиях Крайнего Севера. Главные приоритеты России в Арктике таковы. Первое – это создание качественных условий для жизни людей, в том числе бережное отношение к традициям, укладу и самообытности коренных народов Севера. Второе – это поддержка новых точек экономического роста и привлечение в регион отечественных и зарубежных инвестиций. По прогнозам экспертов, уже через полвека Арктика может стать одним из основных источников энергоресурсов и ключевым транспортным узлом планеты. И, наконец, третий приоритет – это вложение средств в научную и природоохранную инфраструктуру. Россия проведет генеральную уборку арктических территорий, причем в прямом смысле. Свалки, которые десятилетиями копились вокруг заполярных городов и поселков, будут зачищены и одновременно вырастет число национальных парков и заповедников. А вот футуристические предсказания о грядущей битве за Арктику премьер назвал не имеющими под собой реальной почвы. Они рассчитаны на то, чтобы столкнуть, рассорить государство региона, а затем попробовать поживиться на этом, половить, как у нас говорят, рыбу в этой мутной воде. В Арктике действительно пересекаются серьезные геополитические и экономические интересы. Но у меня абсолютно нет сомнений в том, что существующие арктические проблемы, включая вопросы континентального шельфа, могут быть решены в духе партнерства. Путем переговоров на основе действующих международно-правовых норм. В качестве примера успешного партнерского диалога Путин привел недавнее подписание между Россией и Норвегией договора о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Между тем, российское присутствие в Арктике уже сегодня не просто возрождается, но и активно растет. В настоящий момент в Северном Ледовитом океане на научно-исследовательском судне «Академик Федоров» и атомном ледоколе «Ямал» работает экспедиция морских геологов. Их задача — определение внешней границы континентального шельфа России. А в ближайшие дни в океан выходит ледокол «Россия», который высадит на дрейфующий лед очередную, уже 38-ю по счету, научную экспедицию. Дрейфовать современные челюскинцы будут в течение полугода. Кстати, несмотря на то, что на дворе 21 век, эпоха интернета и нанотехнологий, миллионы умов и по сей день взбудоражены темой освоения Арктики. По словам главного российского полярника Артура Челенгарова, из желающих принять участие в экспедиции на Северный полюс выстроилась целая очередь. Отобрали самых выносливых. Вообще, Международный арктический форум показал готовность северных стран к конструктивному диалогу. Кажется, все понимают, в одиночку в Арктике выжить трудно. Сама природа здесь заставляет людей и целое государство помогать друг другу. Сергей Куропов. Главная тема.